В городской думе продолжается обсуждение проекта бюджета на 2019-й плановый период 2020-2021 годов. Распределение денег по статьям расходов рассмотрели на Комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, городостроительству и землепользованию. На переселение из ветхого и аварийного жилья в следующем году предусмотрено около 50 миллионов рублей. Софинансирование из областного бюджета предполагается в размере 524 миллиона. В перечень попали 57 домов, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2015 года. В прошлом году софинансирование было 50% на 50. В этот раз у нас софинансирование лояльно подошли. 10% будет местной доля бюджета и 90% областной бюджет. Поэтому у нас в прошлом году в местном бюджете было с учетом финансирования 50 на 50, запланировано 100 миллионов, сейчас 50. То есть это связано с уменьшением процентов софинансирования. На строительство двух детских садов в следующем году городам предусмотрено почти 25 миллионов рублей. Еще 2,5 миллиона планируют направить на обследование зданий дошкольных учреждений на улицах Карла Маркса и Новострой. Также деньги выделят на ремонт 72-й школы и постройку школ на Гальянке. Предусмотрены следствия в части создания новых мест именно в общообразовательных организациях. Это 71 миллион рублей, которые распределились следующим образом. 42,8 миллионов рублей это продолжение строительства школы на 1200 мест в Муринские пруды. И также в городе софинансирование это строительство также школ на 1200 мест в 20 миллионов рублей это район Александровский. По мнению депутатов, администрация города не должна снижать темпы в части выделения средств на ремонт и строительство детских садов. В связи с этим в проект решения Думы было внесено две рекомендации. Первое – это обозначить отсутствие средств на сам ремонт плотины Верхневыйского гидротехнического сооружения. То, о чем Игорь Викторович сказал в Камару. И обратить внимание главы города на необходимость выделения данных средств при появлении дополнительных доходных источников в 2019 году. Это первый момент. Второй момент – обратить внимание на недостаточное выделение средств на ремонт образовательных учреждений. Практически в два раза мы снижаемся относительно 2018 года. При появлении дополнительных финансовых средств комиссия городской думы рекомендует направить их именно на эти цели. Продолжение следует...